Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем учиться рисовать кирпичный дом. Из материалов нам пригодятся акварельные краски, акварельная бумага, палитра, линейка кисти, простой карандаш, а также гелевая черная ручка. Выполним набросок простым карандашом. Дом у нас будет занимать около 2 трети листа. И нарисуем центральную ось, относительно которой построим стены, крышу. Постарайтесь выполнять рисунок с помощью легких, еле заметных карандашных линий, тогда будет проще исправлять. Не конкретизируйте сразу. Лучше сделать примерный эскиз и потом его подправить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее приступим к цвету. Нанесем немного воды на небо и нам необходимо будет смешать ярко-голубую и фиолетовую краски. Лучше использовать широкую кисть, чтобы быстро закрашивать необходимые участки бумаги. Не страшно, что мы закрасили дерево и, возможно, трубу. Далее мы сверху будем класть цвета и это никак не повлияет на рисунок. Нарисуем траву. Также сначала смочим бумагу и смешаем темно-зеленую и желто-зеленую краски, чтобы получить глубокий интересный цвет. Наносить будем краску мы неоднородно для того, чтобы создать фактуру травы. У нас образуются светлые и темные пятна. В дальнейшем мы это подчеркнем с помощью гелевой черной ручки. КОНЕЦ Чтобы передать цвет кирпича, нам понадобится три оттенка. Железоокисная светло-красная, сиенна натуральная и марс-коричневый. Мы также смочим поверхность бумаги и будем наносить три этих цвета, создавая неоднородную структуру. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Трубу, ставни и дверь мы сделаем смешав индиго и нейтрально черную Дверь будет у нас наиболее темной, а труба и ставни, а также впоследствии крыша чуть посветлее Старайтесь добавить чуть больше индиго и совсем немного черной Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Используем сиену натуральную для подоконника и козырька и светло-серой для ступеней и камня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И осталось с помощью линейки и черной гелевой ручки нанести контуры Иногда происходит так, что гелевая ручка плохо пишет Можно ее расписать на небольшой бумажке, либо немного подуть в стержень с его обратной стороны Мне это помогает Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чтобы нарисовать кирпичи, мы сначала изобразим горизонтальные линии И далее будем чередовать вертикальные штрихи в порядке похожим на шахматные Осталось поработать над некоторыми деталями Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!